Я посчитала, сколько денег мне нужно, чтобы жить одной, и немножко офигела. Я всю жизнь жила с кем-то. Сначала с мамой до 18 лет, потом с бывшим номер один, потом опять с мамой, потом с бывшим номер два. И всегда кто-то платил за мою еду и за квартиру. То есть базовые потребности у меня были закрыты. Я не знаю, каково это — платить за то, чтобы спать и есть. Мне очень страшно, и я решила посчитать, сколько у меня примерно выйдет самостоятельная жизнь. Мне стало очень грустно. Почему можно столько денег платить просто за то, чтобы существовать? Но на самом деле я понимаю, что в этом мой рост, и я уже очень хочу жить одна, несмотря на то, что придется платить деньги просто за то, что я живу, блядь. Привет! Сколько видела видео, постоянно бабоньки обвиняют мужчин в какой-то там непонятной инфантильности. Мол, я забрала его у мамы, он сел на мою шею, или, знаете, он бы увидел во мне вторую маму, которая будет его обхаживать, апстировать и прочее, прочее. Но почему-то для них нормально, когда они заявляют, что мужчина должен их обеспечивать, содержать, все их хотелки, в общем-то, выполнять и прочее, прочее в этом духе. Но если задуматься, то есть получается они с мамкиной, папкиной шеей плавно перетекли на шею мужчины. Так ведь? И причем это считается некой нормой. Ну, а как же сепарироваться от родителей? Как это, там, стать взрослой, я не знаю? Почувствовать, что ты полноценная личность, полноправный член этого общества, так сказать. Почему вы лезете на шею мужчин, а зачастую еще вы недовольны тем, что мужчина не хочет вас сажать на свою шею? И причем считается вот нормой вот такие видосы снимать. Типа, как это так? А я вот никогда не знала, там, что, сколько стоит, бла-бла-бла. Ну, ты хоть взрослей, я не знаю, мне казалось, вот честно скажу, мне бы было стрёмно, давайте, как я скажу, мне было бы стрёмно записывать подобное видео и говорить людям, что, вы знаете, а я не подготовлена для самостоятельной жизни, будучи взрослой женщиной. И как-то только меня мама с папой содержали, да, потом там мужчину содержал, а сейчас я одна, и, короче, все, я потерялась в жизни. Ну, е-мое, ты когда-нибудь возрослеешь? Че за нахлебница? А потом такие, у меня не хватит вот отношения, наверное, потому что я слишком красивая. Нет, потому что ты как пиявка, ты как нахлебница, ты как паразит этого общества. В этом вся проблема, пожалуй. Вот и все. Продолжение следует...